Дорогой зритель, для твоего удобства в моем видео есть тайм-коды. По ним ты с легкостью найдешь нужную тебе информацию. Не забывай поблагодарить автора, поставь лайк и подписывайся на наш канал. У морского отдыха в Турции огромное количество знаковых городов-курортов. Анталья, Алания, Бодрум, Марморис, Каш, Белик и прочие. Когда вы начинаете узнавать про самый лучший отдых в Турции, то гугл в 99% случаях будет выдавать именно это место. Олю Денис. Мечта любого курортника, бирюзовая вода, бешеная природа, песчаные пляжи и супер виды. Когда я был неопытным путешественником и ездил исключительно по путевке, то в Олю Денисе я и не мог мечтать. Цены на отдых там всегда были выше в разы по сравнению с Анталией. У меня создавалась своеобразная картинка. Раз там дорого, то и туристов там не должно быть много. Дикий рай с хорошим сервисом. Когда поехал с семьей самостоятельно по морской Турции, то Олю Денис должен был стать той самой точкой, где мои дети взяли бы максимум от моря. Сначала хотелось провести там дней 7-9, но Турция чертовка хороша и столько в ней мест на выбор. А Олю Денис стал нашей третьей длительной остановкой после Кемера и Каша. Так скажем, нам уже было с чем сравнить. Олю Денис совсем небольшой курортный поселок, где турки не живут, а только работают. Интересно, что он разделен на две части. Большая часть поселка стоит на высоте и в отдалении от моря, а вторая часть стоит прямо около залива Олю Денис. Надо знать, что Голубая Лагуна – национальный заповедник, и он как раз таки располагается именно в нижней части поселка. Поэтому здесь очень сложно со свободными пространствами. Отельчики в основном 2-3 звезды, есть и симпатичные бутик-отели, но все они стоят друг на друге, а главная пешеходная улица всего метров 300. Во многом из-за ограниченного предложения, цены на жилье в нижней части поселка прилично дороже цен в верхней части поселка. Имея в пользование арендный автомобиль, лучшим вариантом остановиться именно в верхней части. Выбор большой, и у нас получилось снять большой трехкомнатный номер за 160 евро на 4 ночи. За эти деньги еще и завтрак был. Кухарка. Спальня 1. Туалетик беленький, чистенький. Спальня 2. Позже я нашел еще один плюс для остановки в верхней части Олю Дениса. Внизу нет возможности бесплатно запарковать свой автомобиль. За сутки придется отдать 50 лир. Помните, что курс нестабилен и цены меняются. Парковщики по-любому вас выловят, и вы заплатите им деньги. Какие впечатления о самом поселке? Блин, видали и лучше. Многие его ценят за атмосферу, но мне сильно не зашло. Обычный курортный поселок. Свою атмосферу вносят парашютисты и параглайдеры. Любой желающий за докладные деньги может спуститься вместе с инструктором на парашюте с горы Баба Дак. Олю Денис европейская мекка этого развлечения и занимает почетное второе место по количеству запусков во всей старушке Европе. Есть рамки для посещения этого аттракциона. Дети от 6 лет и есть ограничения по весу. 110 килограмм. Супертяжи вы мимо. Купить полет можно в многочисленных туристических лавках, где продают экскурсии и параглайдинг. Есть определенное время для старта. Вы должны явиться на точку сбора и на вершину горы Баба Дак. Вас поднимут не на новенькой канатной дороге, а в тесном микроавтобусе. Поэтому, если вы так же, как и я, испытывали лютый дискомфорт от езды на маршрутке по серпантину, то задумайтесь. Возможно, еще до начала полета вас измотают местные водилы. Чуть ранее я сказал про новую канатную дорогу на вершине Баба Дак. Канатная дорога Фетхие-Баба Дак была введена в эксплуатацию только в 2021 году. У турков совместно со швейцарцами есть огромный опыт по строительству канаток. Нижняя станция находится между верхней и нижней частью поселка Олю-Денис. Для прибывающих на автомобиле туда людей построена крупная парковка. Она почасовая. Расчет производится по выезду. Мы провели на горе 2 часа 30 минут, а парковщица взяла с нас всего за 2 часа каких-то 10 лир. Дальше нужно чуть спуститься. Для вашего удобства эти 200-300 метров можно проехать на шаттле, который двигается туда-сюда без долгих пауз. Само собой, лучше посещать Телеферик в ясную погоду. В кассе нас приятно обрадовали ценами. На мою семью поездка туда-обратно обошлась всего в 1000 рублей. Курс лиры настолько нестабилен, что много запомнилось именно в рублях. Кстати, цена канатной дороги в Олю-Дениси в 7 раз ниже, чем цена за канатную дорогу Олимпас в районе Кемера. Телеферик начинает радовать сразу. Все новенькое, на нужный уровень ты поднимаешься на эскалаторах. Тут же есть чистые туалеты. Всего у канатной дороги в Олюмпасе 4 станции. Первая стартовая. Вторая остановка на высоте 1200 метров. Там находится симпатичный ресторан, а также концертная площадка. В период пандемии движение на этом уровне ограничено, поэтому при подъеме там невозможно выйти. Есть возможность только пересесть в другую восьмиместную кабину, которая уже домчит до станции на высоте 1900 метров. Самое интересное находится именно на этой высоте. Во-первых, здесь смотровые площадки во все стороны. Во-вторых, обалденный японский сад с прудом, где плескаются огромные золотые рыбы. В-третьих, здесь находится видовый ресторан. Можно попивать шампанское и смотреть на знаменитую голубую лагону с высоты почти двух километров. Есть пару нюансов. Поговаривают, что официанты там могут и обсчитать, и не всегда работают без наличной оплаты. Поэтому стоит запастись наличными на всякий случай. В-четвертых, здесь находится одна из стартовых площадок для параглайдинга. Сама по себе площадка смотрится очень круто. Она не единственная, потому что для этого развлечения нужно безоблачное пространство. Четвертая станция находится на высоте 1900 метров, и до нее идет открытая канатная дорога. Маленьких детей туда не пускают, а дети с 9 до 14 лет могут ехать в сопровождении взрослого. На высоте 1900 метров есть смотровая площадка и еще одна стартовая позиция параглайдер. Впечатления от канатной дороги Китхея-Бабадак самые отличные. А такая невысокая цена дает возможность подняться на гору Бабадак не один раз. И самое главное, встретить здесь закат. Если едете туда с детьми, то обязательно переоденьте их. Да и сами не забывайте утеплиться. Кстати, про погоду. Олю Денис был самым холодным местом за весь наш отпуск. Температура воздуха не поднималась выше 27 градусов тепла. Хотя в других местах легко уходила за 30 градусный рубеж. Мне нравится отдыхать не в жару, но купание в бассейне как-то не пошло в такую погоду. Зажрались. А вот море было очень теплым и комфортным. Ну вот и подошли мы к пляжному отдыху, ведь именно за ним все стремятся в Олю Денис. Пляжи Олю Дениса. Я бы хотел рассказать вам о трех пляжах Олю Дениса. У меня будет мини-рейтинг. И начну с бронзового призера с пляжа Бели Джекиз. Он же центральный пляж Олю Дениса. И скорее всего именно на нем вы проведете большую часть своего пляжного времени. Вход на него бесплатный. Ни одному из отелей он не принадлежит, поэтому можно занять любой свободный плачок земли. Есть раздевалки, душевые кабины, а до моря идет деревянный настил. Также есть и лежаки с зонтами. Помните, что цены с нестабильным курсом лиры меняются. Держак обычно стоит 20 лир, а зонтик 15. Ориентируйтесь на цены 5-7 долларов за два лежака и зонтик. Длина пляжа Бель Джекиз более 1 километра. Отдыхающих немало, но за счет своих больших размеров вы с легкостью найдете свободное удобное место для отдыха. На центральную набережную Олю Дениса, а иногда и на пляж Бель Джекиз приземляются параглайдеры. Прыгают они с горы Баба Дак. Иногда получается красивое зрелище. На пляже Бель Джекиз галька средних размеров, хотя сверху и издалека кажется, что пляж покрыт светлым песком. Песок тоже есть, но он находится ближе к променаду. Пляж красивый и комфортный, а вода просто чудо. А самое главное, он в самом центре поселка Олю Денис, и вам не надо никуда ехать или долго идти под палящим солнцем. Ну и кругом разнообразные кафе и рестораны. Серебро достается пляжу-кемпингу Кедрак. Кедрак находится не в самом Олю Денисе, а в 3-4 километрах в другую сторону от Голубой Лагуны и отделен от Олю Дениса горами. До него можно даже дойти пешком, но на это вам понадобится минут 40, а лучше доехать на машине или такси. Пляж огорожен, это все огромная территория кемпинга, что въезд, что вход на территорию платный, заехать на машине стоит 30 лир. Этот билет действует целый день, поэтому можно смело уехать по своим делам, а потом вернуться и уже ничего не надо будет платить. Территория действительно большая и Кедрак кажется пустынным, если проехать в самый конец, то можно отдохнуть без цивилизации. На этом пляже часто бывают волны, а вода холоднее, чем на том же центральном пляже Олю Дениса. Вино этому бьющие холодные ключи. Практически весь пляж это галька, по которой не очень приятно ходить. Заход в воду тоже жестковат. Камни становятся крупнее, ты прыгаешь с одного на другой, и вкупе с более прохладной водой и волнами ты получаешь определенные эмоции. Мой совет использовать резиновые тапочки, если конечно они у вас есть. Территория благоустроена, есть туалеты, большие переодевалки, многочисленные душевые, шезлонги, зонты, неплохое кафе с адекватными ценами. Этим кстати приятно радует Турция. Если на пляже есть кафе, то скорее всего там будет нормальная еда. Хорошие цены и пиво не сильно дороже магазинского. Особенность данного пляжа – отличная зеленая зона, где стоят столы для пикника, есть бедненькая детская площадка, и можно взять лежаки прямо под соснами. Но главная звезда – навесная качель, на которой все хотят сфотографироваться и выставить свои фотографии в инстаграм. Пляж понравился, но все-таки он не для детей. Слишком много «но». Абсолютный же чемпион, медалист всех олимпиад, пляж, ради которого все едут в Валю Денис, «Голубая лагуна». Пляж «Голубая лагуна» – продолжение пляжа Бель-де-Кис. «Блю лагун» – национальный заповедник. Парковка автомобиля стоит 50 лир в день. Вход на пляж для людей без автомобиля стоил 7 лир, но поскольку я не платил, поэтому подтвердить этого не могу. В интернете очень много противоречивой информации по поводу этого пляжа. Много мнений, что он пустышка и на один раз посещение. Давайте разбираться. Сюда действительно едут и едут много туристов. Пляж заставлен лежаками и зонтами в 4 ряда. Лечь со своим зонтом и лежанкой будет очень нелегко. Найти свободный лежак у кромки воды практически нереально. Вы сможете это сделать, если придете пораньше. Многие люди не понимают, почему этот пляж такой титулованный. Потому что занимает не лучшие места. А еще, по сути, тут три совершенно разных берега, как по воде, так и по атмосфере. Первый берег – это продолжение пляжа Бельджекис. Отличия минимальные, более красивые виды и все такое же шустрое море. Второй берег – пляж внутри самой Голубой лагуны, около проката катамаранов и саббордов. Он не вдохновляет. Виды на лагуну так себе, мелко, волн никогда не бывает и не симпатичное покрытие. Зато подход для отдыха с маленькими детьми. А вот самый крутой, третий берег – это место слияния лагуны и моря. Ну или, проще говоря, место входа в лагуну. Здесь уже нет волн, в отличие от первого берега. Невероятные виды, красивейшая прозрачная вода, а самое главное – отсюда есть куда сплавать. Так много в море я никогда не плавал. Сначала поплыл на другой берег, на соседний полуостров, посидел на камнях, посмотрел на всю пляжную движуку со стороны. Потом захотелось большего, и я поплыл по внутренним бухтам Голубой лагуны. Невероятные ощущения и кайф. Если вы не уверены в себе, как в пловце, то можно взять на прокат цапборд за 30 лир. Если кто не знает, это доска с веслом. Мои брали ее и за час оплыли всю лагуну. Само собой, вся пляжная инфраструктура есть – раздевалки, рестораны, туалеты. Об этом уже, наверное, и не надо было говорить. Мне заповедная Голубая лагуна очень понравилась. Уходить оттуда не хотелось. Последуйте моим рекомендациям и, возможно, вы тоже влюбитесь в нее. Не все же время проводить на пляже, нужно немножко развеяться и куда-нибудь съездить. Рядом с Толь-Денисом примерно в 5 километрах есть местечко Каякей. Каякей – это заброшенный греческий город. В нем сотни домов, несколько церквей, школа и даже больница. Греки всегда жили на территории современной Турции, но в 1923 году по Лозанскому мирному договору был произведен обмен населением и греки из Каякей переехали на территорию Греции. А может и не переехали, а сгинули в той мясорубке, которая творилась в начале века на обрывках Османской империи. Город был основан относительно так давно, в 18 веке. Было у него название – Лебесос, а чуть позже – Левиси. После того, как греки исчезли, турки не стали заезжать в эти дома, потому что город был построен на горе, а это очень неудобно. Возможно, были и другие мотивы, схожие с абхазскими, типа нежелания жить в домах ненавидимых людей. Через 100 лет после опустения город стоит полуразрушенный, всему виной землетрясения 1957 года. Тогда эти места очень сильно пострадали. Рядом стоящий фетхи был разрушен на 90%. Да и местные жители потихоньку разбирали старые дома на стройматериалы. С ростом туристического сектора Турции Кайакей стал местом притяжения для туристов. Сейчас это музей под открытым небом. Вход сюда платный – 12,5 лир. Без наличного расшета нет. Через Кайакей проложена знаменитая Ликийская тропа, поэтому тут встречаются люди с большими рюкзаками и палками для ходьбы. Приезжать лучше пораньше, чтобы не застать жары. Тут действительно есть гиба бродить, куда залезть, что исследовать. Большая церковь, закрытая, типа к ней прохода нет. Но зайти туда можно окольными путями. Город большой, и если сначала кажется, что здесь не надо много времени, то потом взору открываются все новые места. Особенно это место интересно детям школьного возраста. А вот если вы сюда приехали с малышами, то долго не проходите. Город стыдно горе, а старые каменные дороги местами скользкие. Внизу много интересных заведений, где можно отдохнуть и провести время. Всем советую сюда приехать. Добраться можно на машине или на долмуше. На долмуше должно быть написано Кайакей или Кая. Еще хорошим бюджетным вариантом отдохнуть от пляжа будет поездка в Фетхее. Я уже ранее говорил, что город был разрушен на 90% в 1957 году. Поэтому не стоит ждать от него архитектурного изобилия. Но вот пройтись по набережной, зайти в классный шит в Фетхее Бэй парк обязательно надо. Парк красавчик, а детская площадка лучшая из тех, что я видел. И она абсолютно бесплатная. В этой поездке мы не изучили Фетхее от слова совсем, но некоторые моменты были мне понятны уже после первого посещения. Здесь в центре города платная парковка, много современных апартаментов и поэтому Фетхее подходит идеально для постоянного места жительства. Много магазинов, длиннющая набережная, по которой можно гулять и вот эта детская площадка. Вы знаете, если бы я сейчас выбирал место отдыха с детьми, то Фетхее был бы моим фаворитом. Вернемся к Олю Денису и Еге. Можно было бы составить топ лучших кафе этого поселка, но лучше я посоветую вам всего одно кафе в нижней части поселка и одно проверенное кафе в верхней части Олю Дениса. В нижней части Олю Дениса очень много разных заведений. Большая часть из них европейского типа с европейской едой и красивыми интерьерами. Цены выше средних турецких. Мой фаворит Мимоза. Отличное обслуживание, вкусная еда. В отличие от соседних кафе в Мимозе всегда есть посетители. В верхней же части Олю Дениса тоже есть ресторан, где посетителей всегда больше, чем у соседей. Я говорю про ресторан Гёзде. Тут можно пройти самостоятельно с подносом и выбрать еду, которая понравится. Так делают местные жители. А можно сесть за стол и сделать заказ по меню. Меню обширное. В основном блюда турецкой кухни. Порции большие, поэтому аккуратнее в своих желаниях. Все вкусно и недорого. Мы с семьей из четырех человек не ели дороже 1200 рублей или 17 долларов. В целом, впечатления от Олю Дениса хорошие. Неиспепеляющая погода, меньше всей этой турецкости, красивая природа и самое лучшее море. Представления были совершенно другие, но от этого Олю Денис хуже не стало. Хотелось бы туда вернуться? Однозначно да. Если же вы хотите посмотреть другие турецкие города, то у меня для вас есть видео из Каша, Кемера, Стамбула и какой-нибудь еще на мое усмотрение. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!